Вертолет весом почти 600 килограммов имеет сертификат летной годности сроком действия до августа 2019 года. К слову, выдается такой сертификат на два года. Почему воздушное судно потерпело крушение, пока не ясно. На сегодняшний день, по данным, который нам предоставила транспортная прокуратура, можно сказать, одно воздушным судном управлял пилот-любитель. И он допущен к управлению. Вертолет принадлежит частной компании. Разрешение на использование воздушного пространства было. В настоящее время, по данному факту, Рязанской транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Производится сбор документов о принадлежности и техническом состоянии воздушного судна, обстоятельствах полета и иных сведений, способствующих восстановлению причин этой аварии. Чудом, пилот остался жив. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в областную клиническую больницу. По словам медиков, жизненные показатели были нестабильны, повреждения получили сразу несколько областей, среди которых позвоночник. По сути, у данного пациента была полностью утеряна опорная функция позвоночника. Врачи ОКБ сделали все, чтобы спасти пилота, который поступил в состояние сильнейшего шока. Семь часов в операционной и чудо случилось. Было предпринято оперативное вмешательство, транспедикулярная фиксация на четырех уровнях, восьми винтами. Был полностью освобожден позвоночный канал, удалены костные отломки, которые травмировали корешки конского хвоста. Восстановлена анатомическая целостность позвоночного канала. Операция прошла успешно. Сейчас пилот разбившегося вертолета переведен в отделение реабилитации, где занимаются восстановительным лечением. Прогнозом врачей в ближайшее время пациент сможет встать на ноги. Вообще, это не единственная уникальная операция ОКБ. На сегодняшний день здесь накоплен серьезный опыт стабилизирующих операций на позвоночнике, которые помогают при травмах, новообразованиях позвоночника и многих других заболеваниях. В настоящий момент нейрохирургическое отделение способно выполнять операции любой категории сложности на позвоночнике. Это говорит о том, что пациенты могут к нам обращаться и не ехать за консультацией в Москву, за операциями в Москву. То есть мы обладаем потенциалом в выполнении этих операций и имеем возможность, так сказать, все это делать качественно, грамотно, на современном уровне. Нейрохирургия – это отрасль медицины, которая дает возможность помогать пациентам с самыми разными симптомами. Онкологические заболевания головного и спинного мозга, черепно-мозговые травмы, патологии периферической нервной системы. Это далеко не все. Важное значение ОКБ уделяется и сосудистой нейрохирургии. С сосудами мы тоже работаем. Есть сосудистые нейрохирургии. Сосудистая нейрохирургия включает операции на сосудах головного мозга. Это аневризма сосудов головного мозга, прежде всего. Производится открытое клипирование. Сейчас в ближайшее время планируется эндоваскулярное вмешательство на сосудах головного мозга. И мы работаем в рамках сосудистого центра, где оказываем помощь пациентам с геморрагическими инсультами. Теперь даже самым сложным пациентам не обязательно уезжать на лечение и реабилитацию в другие регионы и даже страны. В Рязани есть для лечения все необходимое – техническое оснащение и золотые руки хирургов. А главное – желание работать и развиваться дальше в своей профессии. Ведь медицина – это именно та отрасль, которая не стоит на месте. Рязанские нейрохирурги уже провели не одну сложнейшую операцию. А теперь, благодаря тем, кто буквально спас позвоночник пилота, потерпевшего крушение вертолета, он сможет жить полноценной жизнью.